привет друзья я тут решила испробовать всякое разное смотрите как получается когда я записываю звук на мой телефон и затем я буду совмещать это видео вместе со звуком получается что как бы присутствие мое такое прям постоянное в видео да а я могу отходить далеко вот это мне всегда кстати не хватало и как вы заметили видео это смонтировано в 4к я научилась это делать конечно в 5 и к там есть еще такой режим 5,3 к у меня к сожалению не получается но в 4к я научилась делать теперь у нас будут с вами очень хорошие видео и сейчас я попробую сделать запись из сада как бы как я ухожу и прихожу да сейчас посмотрим как получится такая вот погода у нас сегодня не очень конечно такая вот я на вас модная в общем поставила здесь камеру я надеюсь что она не рухнет потому что у нас ветер заодно проверим как слышно на ветру меня надеюсь что будет нормально я потому что на наушник записываюсь конечно мне нужно купить эти все профессиональные телефоны телефоны тоже профессиональные звуковые там всякие проводки как они называются лавальер вот эти микрофоны которые такие вот на расстоянии записывать но мы сейчас попробуем с вами по-другому сделать смотрите я отхожу и с вами разговариваю вот отсюда вот она ваша я на здесь я с вами разговариваю сейчас понимаю как люди когда холодно им нужно съемку делать как это происходит блин холодно все-таки когда ты носишься по саду что-то делаешь сажаешь как бы не так чувствуется я же вот только что сада как говорится вон видите в сапогах леопердовых но когда ты тут просто стоишь ходе и как холодно у нас даже вчера шел снег сейчас я сюда попробую вставить кадры со снегом но к сожалению эти кадры я записывал в 5к то есть мне нужно будет сейчас их еще конвертировать чтобы они туда прилипли в общем если не получится мне их конвертировать значит я их не вставлю в общем вот так это была такая проба пера попробуем что будет я потом когда сделаю монтаж видео я просто уберу звук на видео вот камеры и поставлю сюда вот этот вот аудиофайл со звуком своего телефона интересно как получится ну-ка пойду-ка я к тому дому вообще уйду как меня будет оттуда слышно вот я иду 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 и ухожу вообще далеко на экранах я у вас наверно такая маленькая маленькая точечка слышно меня хорошо да смотрите когда здесь будет линия бамбука посажена вот это вот которая будет много здесь бамбука будет хорошо закрывать тот дом я думаю и вот здесь вот я хочу посадить такие кусты которые с цветочками с такими маленькими но к сожалению вот то что я в прошлом году все посадила к сожалению все померло поэтому в этом году придется еще лучше сажать еще здесь будут стоять две огромные бочки скоро с пальмами прямо около бассейна это будет здорово беседка вся покосилась мне нужно будет ее выравнивать в общем здесь не початый край работы здесь только дел всегда просто караул сегодня я сажала добавляла туда эту землю которая сейчас вставлю сюда кадры которая семь лет лежала у и тена в виде навоза кучи такой навозной семь лет она там лежала и и и там сети обработали червячки то все общем черный чернозем прям вообще такой классный получился очень полезный поэтому мы натащили кучу вон мешках ну гопро должна все охватывать в мешки еще туда в теплицу тоже оттащила мешки что еще у нас выросла у меня сейчас покажу тоже выросла у меня рукава там салаты молодые очень я беру эти листики и вот так смешиваю получается очень вкусно в салат и рукава такая хрустящие эти листья салата молодого тоже очень хрустящие вкусные сейчас конечно очень холодно но в теплице более-менее туда поставил даже градусник то есть вот сегодня там было например 19 градусов и это только из-за того что я открыла здесь такие вот два окошка а на улице у нас к сожалению опять начались заморозки ночные не до минуса и днем где-то пять ну такой холодняк скажем так очень хочу выйти сейчас на лайф я думаю что спойду я смонтирую это видео и выйду на лайф и вот таким образом мы с вами сможем в дальнейшем сотрудничать как лица то есть я могу куда-то отходить что-то там показывать что я делаю да и подходить и вы будете меня во всей красе видеть или допустим даже я могу показать какие-то покупки своей одежды там как она смотрится на мню ладно пошла быстренько смонтирую и выйду к вам на лайф лайф и слайф смотрите какие у меня сапожки сапожки доброе утро все друзья теперь у нас все будет хорошо это я вам точно обещаю потому что идут нащупала все все вообще детали этой камеры сейчас у меня стандарт стоит такой зафиксированный горизонт посмотрим как получится но это я все могу монтировать вот в этом режиме я могу монтировать даже на телефоне вообще супер курма этот ворчат куя 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 потому что я их пока что еще не выпускала дала им туда поесть выпуская их теперь понемножку как вы видите мы еще не сделали за огородку загон но не торопимся потому что я думаю как и что как лучше и в том числе было некогда мой хороший так метод большая стирка потому что выехала 88 человек аж и так как я стираю только после 22 часов поэтому вот чуть-чуть здесь весит чуть дома поэтому ну как бы раз в день не делаю по три машинки потому что экономлю электричество а сейчас я хотела вам показать что у меня там наросло в теплице вот как вы видите здесь стоит земля вот эта хорошая которая 7 летний перегной навоза который я буду смешивать со своей землей как бы и делать все остальные грядки вот здесь вот например тоже смешаю здесь у меня клубника будут расти я наверно первый блогер который снимает на gopro огороды смотрите здесь у меня смесь салатов и руколы и вот я сейчас себе набрала на поесть это такая вкуснота вот эта рукава еще молодой салат листья молодого салата если у меня очень все в кучу я так сыпала знаете вот так щедро он даже один салат вам там вырос в общем вот эти вот все грядки это куча 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 отсюда можно брать например один салатик вот такой да и пересаживать уже его готовый куда-то где вы хотите чтобы на грядке у вас был потом большой рост салат собрала редиску сейчас буду засыпать туда еще новую он уже пошла новенькая но я еще туда подсыплю новую редиску вот здесь вот тоже пошла новая редиска и пошла машейка как называется маши такой еще нужно подсыпать шпинат кстати какую-то грядку вот я уже доделал вот эти вот грядки то есть их подготовила так скажем сейчас все пролью проливаю я смесью как она называется блин как она называется короче такая черная штука липкая которую разложишь в воде и потом она обрабатывает все это от но обеззараживает как бы это тоже рим питает вот этим и еще у меня есть смесь стоит короче бак такое в котором я наливаю воду и там у меня лежит крапива порубленная и плюс еще какашки куриные вот этим всем пролью положу еще вон тот он перегной семилетний и потом сюда что-нибудь сейчас засею я так думаю что я уже буду втыкать огурцы огурцы я буду втыкать хаотично как-то как они вылезут потом я буду прицеплять они в принципе салатами дружат ну и что еще тепло очень в теплице я здесь открыла вот это окно и вон то чтобы так чуть-чуть проветривалась то что иначе здесь совсем была жара я думаю что я буду уже подсеивать с укроп уже можно потому что жарко слишком как-то вот так сейчас еще раз покажу поближе вам салатик вот видите тут рукола тут салат вот так все вместе это очень вкусная рукола вот этот вот этот сорт мне кажется даже эта смесь салата с руколой как то так и вот здесь вот листики молодые салата такие вот вкусный можно прямо тут есть ну вот смотрите кудрявый например берешь выкапываешь его пересаживаешь куда-то где вы хотите чтобы он прямо рост сильно но долго имеется виду чтобы он был прям большой большой так это стоит пакетик вот этих семян как бы всего ничего там сколько-то сантимов поэтому я выступаю так вот я не заморачиваюсь и не делаю чтобы там пикировать потом что-то пересаживать салат это такое дело которое просто насыпается и все здесь у меня стоит земля собрана из моего компоста некоторые а некоторые это просто земля которую выкупал крот из-под земли то есть вот это все можно смешивать перегноем как бы нормально и здесь у меня цветочки посажены сейчас надо вот сюда еще что-то натыкать в эти ячейки таких цветочков и все полить как следует поливаю я шлангом зацепляю такую дулю и вот эту другую часть я ставлю он с той стороны и туда протягиваю шланг пока что еще система полива здесь особо не налажена вот поэтому так как как можем так и делаем очень не спасает эта теплица конечно супер тем больше она закрыта сюда кур не могут залезть так как они у меня все еще на свободе бродит вот эти грядки я сделала так оступилась аж позвоночник весь съехал вот эти грядки я сделала и накрыл их брезентом чтобы там они отдыхали черви в них работали сейчас кур когда закрою тогда уже буду сюда сажать и салат и все вот это только мне осталось часть подделать но это не так долго ну и соответственно ждем вылезет ли там малина которая сдохла засохла в прошлом году я не думаю что она вылезла все же пошло травой тут очень вот этот вот могильный холмик тоже нужно мне кажется весь перекопать потому что здесь очень хорошая земля в нем и в принципе здесь тоже можно что-то сажать либо отсюда просто брать землю ну как то вот это вот место такое нет или снова потом малину посадить здесь растет малина посмотрим ну и соответственно я все мимо хожу с камерой руки так и не доходят вот здесь тоже нужно все переполоть и перемешать землю более-менее хорошую потому что здесь тоже будет клубника расти а может быть я это отсюда уберу и поставлю ее где-то в другой стороне потому что у меня все около вас получается около жильцов здесь ну как не очень хорошо мне кажется надо отсюда убирать это да наверное поближе к дому поставлю таким образом клубничка у нас будет под носом точно точно хорошая идея кстати вот это вот это была песочница дениса когда он был малышом вот она теперь такая грядка ну что нет вы давайте там все собирайте все все собирайте пока все не соберете я вас не выпущу а то хитрое все все собирайте эти две там не слизь когда я вас уже походку всех ваши рожицы тихо подожди не выходи нет пока не гулять иди сюда когда я все ваши рожицы сходкой мне нужно ваши портреты сделать теперь уже будут на хорошего качества все дамы хорошие попейте попейте водички давать ну как хорошо пьет так ну что там яйца есть нету пока яйца зато говна опять чистить ой ворчит как вот это вот у нее такой грубый голосок у этой курицы уже все по-разному говорят у всех разные голоса прикол просто реальный прикол каракошина иди яичко снеси каракошина друзья вы только посмотрите какая это земля это который 7-летнего 7-летний перегной навоза смотрите на эту землю даже не пахнет уже никаким навозом то есть это такая земля переработанная и червями и временем 7-летние представляете вообще это столько элементов здесь я представляю микроэлементов взяла горшочек хочу добавить в землю в растения домашние вещества